И теперь об успехах сирийской армии. На южном направлении фронта Близалепа удалось отбить у исламистов несколько населенных пунктов, в том числе и город, рядом с которым проходит стратегически важная трасса. Бои сейчас идут и в пригородах Дамаска. Правительственным войскам помогает местное ополчение. На передовой работает наш специальный корреспондент Сергей Зинин. Многоэтажные дома вдалеке – мирный район сирийской столицы. Разрушенная улица – соседний, но уже небезопасный район. Впрочем, и здесь своя жизнь. Ее символ – несколько саженцев, воткнутые в землю на линии фронта. Просто хочется хоть как-то показать, что здесь есть жизнь, понимаете? Олицетворение надежды на мир. Вот этот человек, Самир Алькабран, уже восстанавливает свой дом. Я ночую здесь каждый день. Да, по ночам шумно бывает, но я спокоен, потому что вокруг меня люди, которые меня защищают. Наш главный проводник – командир одной из бригад так называемой национальной обороны. Подчиняется командованию сирийской армии, оружие и боеприпасы получает оттуда же. Единственное отличие от регулярных частей – все эти люди – добровольцы. Мы заняли это место, мы его освободили от ИГИЛ, но продвинулись только на 200 метров. Медленно, потому что с той стороны в каждом доме, ну буквально в каждом, сидят террористы. Иногда мы освобождаем не целый дом, а просто несколько квартир. Большую часть времени перемещаемся внутри домов. В отвоеванных зданиях надписи, оставшиеся от террористов. Чаще других встречается поговорка «Идбах, тарбах» – в переводе «отрежь голову, и ты победил». Попадаются и такие изображения. Разрушенные дома – среда обитания бандитов из запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В черной глубине любого оконного проема может притаиться человек со снайперской винтовкой. От снайперов за навесками задернуты все переулки. У них есть все виды вооружений, кроме танков. Командир батальона показывает, где террористы сейчас. Он спокойно заглядывает за штору, отделяющую жизнь от смерти. Этот человек не молод, чтобы бравировать перед телекамерой. Но чувство опасности на войне притупляется быстро. При этом военные просят, чтобы любой дверной или оконный проем мы преодолевали только бегом. Во многих квартирах пол мраморный и очень скользкий. В условиях городских боев военная смекалка не знает границ. Вот эта амбразура сделана из обычного водосточного люка. Ее можно отодвинуть, как по рельсам, и откроется улица, ведущая точно к дому террористов. Пулемет здесь стоит не случайно. Его разворачивают в случае их атаки, открывают амбразуру и начинают стрелять сверху прицельно. В узких улочках тяжелую реактивную артиллерию использовать невозможно, если только ее не разобрать. Вот такие снаряды от установки ГРАД иногда использует сирийская армия. Отдельно от самих установок, потому что машину в узкую улицу не загнать. Снаряд выкладывается в направлении позиций террористов, подсоединяются провода, обычный аккумулятор, замыкаются и ракета летит. Может быть непрофессионально, но очень эффективно. Подобную же тактику используют и террористы, только ракеты у них самодельные. Заряд срабатывает не сразу, но всегда наносит серьезный урон. Одним выстрелом уничтожен подъезд жилого дома. Здесь осторожнее, понятно? Позиции бандитов из многоэтажки как на ладони, но долго смотреть на них нельзя. Наблюдатели есть и с той стороны. Офицер задергивает штору, чтобы наш оператор не увлекся. Сергей Зенин, Алексей Шишкин, Игорь Львов. Первый канал. Дамаск.